Всем еще раз добрый вечер. Сегодня мы поговорим о особенностях поступления в университеты Австрии в 2023 году и в целом поговорим о релокации в Европу через образование в Австрии. Как будет проходить сегодняшний эфир? Мы обсудим, чего ждать от 2023 года, какие тенденции сохранятся и что будет нового в будущем году. В конце, как всегда, мы ответим на серию вопросов и ответов в прямом эфире, поэтому все вопросы вы можете оставить на самый конец вебинара и дождаться обязательно серии вопросов и ответов. И в качестве бонуса всем слушателям, кто досмотрит вебинар до конца, мы бесплатно предоставим карту дедлайнов для поступления в УЗА Австрии. Напоминаю, что мы уважительно относимся к друг другу, не обсуждаем политику и никого не оскорбляем в комментариях, но у нас аудитория настолько думающая и корректная, что, слава богу, не было никаких прецедентов. Почему мы вообще берем на себя ответственность вещать на такую сложную тему, как релокация за границу через высшее образование? Благодаря нашему кураторству за почти 14 лет мы помогли уже более чем 1300 студентам переехать в Австрию и получить высшее образование и дальше, помимо этого, уже даже начать строить карьеру не только в Австрии, но и в других странах Европейского Союза, США, Эмиратах, Америки. Извините за повторение. И с 2009 года многие уже не только поступили, но и закончили университет. И вот мы посчитали, что по итогам этого года в сумме за нашу работу мы провели более 20 тысяч консультаций. С вами сегодня я, меня зовут Александр Соловых, я являюсь руководителем компании и наш старший эксперт Мила Артемова. Всем добрый. Привет еще раз. Коротко. Юридическая информация нашей компании. Юридическое лицо зарегистрировано еще в 2006 году. Лицензия первая получена в 2009 году, старт нашего проекта. Сайт в 2010. Кому важна юридическая информация, пожалуйста, вы можете с ней ознакомиться. Так звучит наша лицензия на русском и немецком языке. Кому важно сделать скриншот или скачайте нашу презентацию, там все продублировано. Я предлагаю перейти постепенно к нашей теме. И в самом начале хотелось бы посмотреть результаты нашего опроса. И те, кто его еще не проходил, пожалуйста, пройдите. Смотрите ли вы нас впервые или уже присутствовали? Вижу, что 60% участников проголосовавших смотрят нас впервые. И 40% уже присутствовали. Что здорово. Мы очень рады видеть вас снова. И постараемся компактно рассказать вам о актуальных особенностях про поступление в Австрию. И начнем, наверное, с первого важного пункта. То даже, что в следующем году мы предполагаем и, вероятнее всего, останется возможность поступать на более чем 200 разных специальностей и на немецком, и английском языке, вне зависимости от страны получения образования и гражданства абитуриента. Также мы записывали об этом отдельное видео. Мила подробно рассказала о том, что выход Российской Федерации из баллонской системы не влияет на вероятность получения приглашения. То есть даже если вы еще учитесь в университете или закончили университет и получили диплом, даже если вы его получили до 1991 года, с этими документами можно работать и можно заниматься поступлением. Либо продолжать учебу на получении следующей степени на магистратуре или, например, асконтуре, либо получать новое образование по новому направлению на бакалавриате. И если вы выбираете немецкоязычную специальность, то минимально необходимый уровень немецкого – это уровень А2, а английского языка для бакалавриата – B2, для магистратуры часто – C1. И если вы поступаете с уровнем А2, вы имеете право доучить немецкий язык на подготовительном отделении на курсах при университете до уровня C1. То есть такая возможность тоже у вас имеется. И позвольте я здесь добавлю, скажем так, из первых уст я ежедневно работаю с документами из абсолютно разных стран. И за все это время в течение 2022 года мы не столкнулись с отказами на основании гражданства или страны выдачи документа. Но помним, что если у вас отличается страна гражданства и страна выдачи документа, то могут быть и отличия по срокам подачи заявок. Поэтому так важно заранее сделать планирование, посоветоваться, прочитать всю информацию на сайте. Ну а дальше как раз мы поговорим о том, что по-прежнему, несмотря на изменения и несмотря на такой сложный эмоциональный фон, вузы дают приглашение, и можно говорить о гарантии получения приглашения от университета. Что это значит? Что если ваши документы грамотно заверены, переведены, поданы в срок, да, все сделано корректно, и на программу нет вступительного экзамена, тогда здесь вы 100% получите приглашение из университета. Некоторые вузы также дают приглашения бессрочные, то есть можно получить приглашение уже сейчас, а начать учебу через год, два или даже пять лет. Вот пока есть университет, можно начать учебу с этим приглашением. Поэтому, если вы хотите начинать учебу позже, то сейчас самое время задуматься получить приглашение все-таки с приглашением, вам будет гораздо спокойнее, чем без него. Хочу акцентировать на этом внимание, что процесс поступления и переезда в Австрию, если его разбить, например, на два этапа поступления и получения вида на жительство, он особен тем, что вы вначале получаете приглашение на учебу, на основании которого оформляете уже студенческий вид на жительство и приезжаете в Австрию, сразу начинаете учебу либо на курсах при университете, либо уже напрямую в университете на очной стационарной учебе. В некоторых странах все с точностью наоборот. Вы вначале подаете заявление на студенческую визу или студенческий вид на жительство и только после приезда занимаетесь поступлением в университет. Поэтому в Австрии большое преимущество в том, что вы вначале, скажем, с самыми наименьшими усилиями и с наименьшими тратами получаете, скажем, почти гарантированную возможность переезда, при этом ни к чему вас еще не обязывающую. То есть наличие приглашения, особенно бессрочного, вас ни к чему не обязывает. Например, вас не обязывает ехать на следующий семестр или в тот же семестр. И вы можете этим воспользоваться как через год, так и через два года, если не изменятся условия приема документов. И это очень важно, потому что это сократит потенциальную возможность переезда минимум на шесть месяцев, то есть минимум на полгода. И будет таким козырем в рукаве. То есть в любой момент, так как консульство работает круглый год, можно будет податься на студенческие виды на жительство на следующий доступный семестр. И это очень крутая возможность. Да, и следующее как раз таки, исходя из этого, австрийские вузы дают возможность подавать документы дважды в год. И обычный дедлайн, вот ближайший дедлайн на летний семестр 23 года, это 5 февраля 2023 года, то есть до 5 февраля можно будет подать документы на летний семестр, где учеба начинается с марта месяца. Об этом чуть позже. И второй дедлайн 5 сентября. Если, вот повторить то, что я сказал до этого, если вы получите приглашение на учебу, скажем, до 5 февраля, или подадите заявление до 5 февраля и получите приглашение на учебу, вам не обязательно торопиться ехать прям сразу. Вы можете этим приглашением воспользоваться и приехать на регистрацию на учебу до 5 сентября, то есть на следующий учебный семестр, дедний семестр. И это очень классная возможность. Мила, у нас очень часто спрашивают про возрастные ограничения. Что ты об этом скажешь? Я спешу порадовать всех и сказать, что возрастных ограничений здесь нет. Как ни в меньшую сторону, так и в большую. У нас есть кейсы, когда ребята и в 15 лет начинали учебу в университете, но здесь надо оговориться, что для переезда тогда нужен опекун. Это всегда решается индивидуально, поэтому не торопитесь паниковать. Так и в большую сторону тоже нет ограничений, и есть прекрасные прецеденты студентов и 50, и 60, поэтому учеба доступна для всех. Одна из неочевидных особенностей, мало кто знает о том, что стоимость учебы в Австрии в государственных вузах даже для иностранных граждан составляет всего 747 евро в семестр. Если округлить, это полторы тысячи евро в год. Пересчитайте по курсу валюты вашей страны и сравните с учебой в региональных вузах или тем более в столичных. И может оказаться, что учеба в Австрии, включая стоимость на проживание, хотя Австрия далеко не самая бюджетная страна для переезда, все равно будет даже либо выходить на те же деньги, либо даже быть выгоднее и дешевле, чем переезд в рамках своей страны, например, в столицу. И хочется перейти еще к более детальным особенностям. Мы хотим поговорить именно про возвращение, так сказать, к новой нормальности, которую можно назвать после пандемии, после последних событий. И хотим рассказать подробности и наши наблюдения за 2022 год и наши предположения на 2023 год. Мила, расскажи, пожалуйста, как дела обстоят со сроками оформления апостели и, в принципе, легализации документов? Какие у нас есть наблюдения и что говорит наш опыт? Да, это, наверное, такой сложный вопрос на этапе подготовки документов, потому что здесь мы ничего не можем сделать, если документы уже на апостелировании. Очень часто людям кажется, что какие-то агентства или какие-то эксперты могут ускорить апостелирование. Но на самом деле апостелированием документов об образовании занимается Министерство образования, региональные департаменты образования. И уж если они задерживают, то, к сожалению, не поможет ни эксперт, ни агентство, ни даже адвокат или юрист. Поэтому важно помнить, что, во-первых, мы всегда занимаемся всем, чем только можно заранее. Во-вторых, ищем легальные возможные способы для ускорений. И вот, например, один из способов, как ускорить проставление апостеля, это подача заявки через департаменты образования в других регионах. Департаменты образования обрабатывают все документы независимо от региона выдачи документа об образовании. Приведу простой пример. Если в Москве апостель можно ждать до шести месяцев, к сожалению, в Москве были сейчас критичные задержки, на данный момент все пришло в норму. Относительно в рамках нормы выдают аттестаты или дипломы. Но от задержек никто не защищен. При этом, если рассмотреть соседние регионы, то апостель можно поставить за две или три недели. Абсолютным рекордсменом у меня был, кстати, Краснодар, где поставили апостель за три рабочих дня. Поэтому перед тем, как бежать в департаменты образования Москвы, например, или Комитет по науке высшей школы в Санкт-Петербурге, подумайте, может быть, Саратов, Самара, Казань. Не такие плохие варианты. То же самое, кстати, применимо и в Беларуси. Единственное, что в Беларуси гораздо сложнее делать запись. Поэтому, если вы поступаете на программы с документами, выданными в России или в Беларуси, надо подумать и посмотреть, может быть, какой-то из университетов вам подходящих готов делать послабление. Потому что послабление по-прежнему, во всяком случае, на летний семестр 23-го года актуально. Мы об этом тоже сегодня поговорим. Возвращаясь к новой нормальности, большинство вузов вернулись на оффлайн-формат, и он предусматривает личное присутствие на регистрацию на курсы, на получение студенческого, на оплату взноса в студенческий профсоюз и получение студенческого билета. Поэтому очень важно это учитывать и важно правильно планировать время по либо шенгенской визе, если у вас еще нету одобренного видножительства, и планировать сроки подачи на видножительство. Возможно, планировать сразу приезд на следующий семестр, возможно, не торопиться с бронированием жилья, хотя об этом тоже мы поговорим. И обязательно уточнять в вузе, есть ли возможность онлайн-регистрации, потому что, повторюсь, почти все вузы вернулись к оффлайн-формату. Некоторые оставили возможность онлайн-регистрации, но это, опять же, прорабатывается индивидуально, и мы это каждый раз проверяем в зависимости от запроса наших абитуриентов и его поступления и желаемой даты приезда. Поэтому учитывайте это и планируйте ваш переезд и поступление, и, возможно, готовьте фенген-визу, которая позволит вам как туристу приехать и зарегистрироваться в университет, а потом выехать и ожидать получения видножительства за пределами Австрии. Такие варианты тоже надо продумывать, прорабатывать и считать, готовы ли вы тратить дополнительные средства и время на это, или будете ждать следующих полгода, следующего зачисления после обычной процедуры получения видножительства. Итак, следующая трудность, да, и особенно внимательный аспект, который надо изучить, это отправка документов. Некоторые университеты принимают документы в оригиналах, то есть нужно будет отправлять оригиналы для того, чтобы университеты отправили в оригиналах свое решение. Как вы знаете, почтовые отправления сейчас работают, работают по-прежнему, но работают тоже задержками, и на данный момент средняя продолжительность получения, доставки, приглашения может занимать даже 2-3 недели в лучшем случае и до 2 месяцев, да, в случае каких-либо задержек со стороны почты. Важно, что очень многие университеты не отправляют документы частными курьерскими службами, такими как, например, DHL. Университеты могут отправлять только государственной почтой. И поэтому, когда это государственная почта, которая сначала в Австрии забрала документы, а потом привезла, предположим, Екатеринбург, да, большой крупный город, но тем не менее письмо будет идти очень долго. Поэтому так важно, во-первых, продумывать логистику ваших документов. Мы помним, что для некоторых вузов важно предоставлять оригиналы не только на этапе подачи документов, а и на этапе зачисления тоже. Поэтому важно продумать, чтобы вы не расставались с оригиналами надолго. А также помним, что отправка, да, может занимать больше времени, чем хотелось бы. Как этот вопрос мы решаем на данный момент? Мы получаем документы клиентов по доверенности. Благодаря нашему главному офису в Вене мы можем в этом вопросе помочь. Конечно, часто бывает и такая ситуация, что переводы должны быть тоже выполнены в Австрии. И получается так, что нашим клиентам необходимо отправить на адрес офиса документы, в том числе для организации перевода. Поэтому будьте внимательны, планируйте логистику. И, конечно, агентство в этом вопросе тоже может быть очень полезно. Следующий важный момент по 2022 году, с какой сложностью многие столкнулись, кто планировал переезд не только в Австрию, но, в принципе, за рубеж, это вопрос открытия банковского счета. И на данный момент банки с очень большой осторожностью относятся к открытию счетов любым иностранцам без вида на жительство в Европе. А уж тем более гражданам Российской Федерации и Беларуси. Например, в Словакии или Германии открыть счет почти невозможно. Вот такую обратную связь мы получали от наших клиентов. Если вы знаете другие кейсы и знаете какие-то лайфхаки, можете поделиться в чате с нашими слушателями. Но вот могу сказать по Австрии, что нам все-таки удается для наших абитуриентов и студентов открывать счет в австрийских банках, иногда даже с туристическими визами, но чаще всего требуется уже хотя бы одобренный вид на жительство, даже если карточки не получены еще, но есть уже официальное письмо от магистрата, что документы на вид на жительство рассмотрены и одобрены, и вынесено положительное решение. На таком основании нам часто удается открыть банковский счет, и это снимает очень много вопросов и головной боли для наших абитуриентов, в том числе о переводе денег. Позвольте, да, добавлю такой важный момент, что это счет бесплатный для молодых людей, бесплатный для молодых студентов, плюс это счет без лимитов и ограничений. Даже я лично столкнулась с такой ситуацией, что мне пришлось потратить больше трех месяцев, чтобы добиться счета без ограничений в 10 тысяч евро. Поэтому Австрия и австрийский банкинг – это просто прекрасно. И я знаю, что очень часто граждане СНГ считают, что, боже мой, европейский банкинг – это же какой ужас, ничего не работает, приложения тратительные. Но даже по себе скажу, что австрийский банкинг – это такое удовольствие для использования, с супербыстрыми переводами и классным мобильным приложением. И я вам очень рекомендую воспользоваться именно австрийским банкингом. Да, я, наверное, всегда с недопониманием относился к тем, кто восхвалял только российские или украинские банки и прям критиковал европейские банки, потому что, пользуясь ErsteBank в Австрии, я нигде, ни в чем себе, ни в удобстве пользования, ни в скорости переводов, ни в визуальном отображении банкинга не понимал, неужели может что-то быть кардинально лучше, и чего здесь не хватает. У меня никогда не было с этим проблем. А уж тем более, когда переводы по всему Европейскому Союзу без комиссий, для студентов до 27 лет обслуживание счета бесплатное, есть возможность открыть и накопительный счет, и обычный операционный счет, и сделать дополнительную кредитную карту в три клика и так далее. То есть в плане австрийского банкинга он топ, и я тоже рекомендую тем студентам, кто там сомневался, нужен ли ему отдельный счет или не нужен, обязательно этим пользоваться, потому что это реально удобно. Не говоря уже про Apple Pay, Google Pay и все остальное. И забытые радости в некоторых странах. Да, пойдем дальше. Касательно платежей, еще важный нюанс, о чем многие заранее не думают, это возможность оплаты регистрационных взносов как в общежитии, так и в университетах. И, например, при самостоятельном поступлении, имея только банковскую карточку Беларуси, Российской Федерации или даже иногда других стран, бывает такое, что эта карточка не работает, и нет возможности оплатить, например, 18 евро или 20 евро какой-то регистрационный взнос, и из-за этого пропустить возможность забронировать именно то самое бюджетное общежитие по доступной стоимости в хорошей локации или пропустить срок регистрации. Об этом мы и предупреждаем, и в каких-то ситуациях рекомендуем и находим решение, как можно это сделать с минимальной головной болью, чтобы не пропустить сроки и не упустить отличную возможность забронировать хорошее общежитие. Но если вы планируете поступать самостоятельно, поставьте себе крестик и задумайтесь, что вам указаны дедлайны, это не позднее 5 февраля, нужно будет внести взнос 20 евро, 70 центов или 21 евро 20 центов с этого семестра, да, 21 евро 20 центов с этого семестра в университет на оплату в студенческий профсоюз. Поэтому это тоже такая, как говорится, дьявол кроется в деталях, и важный очень нюанс, хоть очень неочевидный, о нем нужно знать, наверное, заранее. Да, также мы столкнулись за последние месяцы и продолжаем сталкиваться с тем, что мест в студенческих общежитиях становится меньше, большое количество студентов переезжает, и правда мы видим возросший спрос. Нас, конечно, это очень радует, что люди находят Австрию как место для возможного перспективного образования, но вместе с тем занимают и места в студенческих общежитиях, поэтому очень важно своевременно заняться поиском жилья, но здесь, да, палка о двух концах, что с одной стороны очень важно заранее заняться поиском, при этом важно не поторопиться с оплатой жилья, потому что расторгнуть договор, перенести договор, это очень тяжело. Не всегда удается договориться в обход каких-то условий, не всегда, почти никогда, честно говоря, не удается договориться в обход условий бронирования, которые зафиксированы у вас в контракте. И мы здесь снова возвращаемся к вопросу банкинга, зачастую, чтобы оплатить взносы или вернуть депозит, если вы хотите расторгнуть контракт, надо указывать европейские реквизиты. на реквизиты российских или украинских счетов просто не могут сделать перевод. Поэтому... Да, бывают часто ограничения по SWIFT-переводам. Иногда, даже если там SWIFT-перевод, скажем, в Армению, в Казахстан, в Украину или в другую страну, он возможен, будут очень высокие комиссии, во-первых. Во-вторых, некоторые организации вообще не хотят сталкиваться с такими сложными для них процессами, и они говорят, предоставьте европейские SWIFT-реквизиты, и только после этого мы можем вернуть вам депозит. И еще раз акцентирую внимание на слове «своевременно». Мы не рекомендуем слишком заранее торопиться, но и не откладывать на последний момент. Поэтому очень важно правильное планирование вашего процесса переезда, когда вы получите приглашение на учебу, когда вы подадите на вид на жительство и на когда вы получите термин или запись на подачу документов, как быстро их рассмотрят, когда стандартный срок рассмотрения, 90 дней, иногда его придерживаются, иногда выходят за его рамки и так далее. Вот это все нужно будет учитывать. В конце эфира, как мы обещали, у вас будет возможность скачать бесплатно карту дедлайнов. Это будет такая шпаргалка и очередная точка опоры от нас. Но все-таки планирование наше все. И переходя про запись, после пандемии многие организации внедрили формат предварительной онлайн-записи, в том числе на получение прописки. И на данный момент запись на ближайших 2-3 недели по сути недоступна. И с чем это, какие-то сложности могут возникнуть. Официально вы, каждый, кто приехал в Австрию и проживает дольше трех дней, обязаны в течение первых трех дней с момента приезда и заселения в жилье оформить прописку по месту проживания. И на это дается 3 дня. После трех дней это обычно уже считается нарушением и может прийти штраф. От 40 евро, если не ошибаюсь, до 500 евро. И если запись доступна фактически только через 2-3 недели, вы, во-первых, нарушаете уже в административном поле закон, даже не по своей вине. Во-вторых, без прописки, например, невозможно оформить страховку. Без банковский счет. Без банковского счета и страховки невозможно забрать карточку и вид на жительство. И у вас вот эти все процессы оттягиваются. И когда мы занимаемся планированием организации после приезда в Австрию, мы всегда стараемся плотно все термины заранее согласовать, чтобы условно сегодня оформить прописку и сегодня же оформить банковский счет, завтра оформить страховку и через несколько дней забрать карточку и вид на жительство, если она уже готова. И вот эти все нюансы очень важно продумывать, например, до заселения в общежитии. Да, тот момент, который я уже коротко затронула, но сейчас немножечко подробнее разберемся. Некоторые университеты требуют присяжных переводов. Присяжный перевод можно сделать только в Австрии. И присяжному переводчику, чтобы заверить копию и подготовить грамотный перевод, нужен оригинал. То есть получается, что нужно будет отправить ваши документы и оформить переводы на месте. С текущим курсом Евро иногда получается, что такая процедура выходит даже дешевле. Поэтому мы с некоторыми клиентами, например, уже изменили немножко план действий и решили, что будем делать переводы в Австрии. В любом случае, надо отправлять оригиналы. Это ваш личный выбор. Вы считаете и смотрите, если выбор есть, потому что в некоторых университетах выбора нет, и надо сразу делать присяжный перевод. Будьте внимательны и читайте требования на страницах университета. При этом присяжный перевод не отменяет необходимости проставления апостиля Министерства образования на оригинал образовательного документа. Был вопрос в чате, я заранее на него отвечаю. И при этом он не отменяет также легализации, если речь идет о странах, где проставление апостиля либо невозможно, либо не принимается австрийской стороной. И процесс легализации, он обычно тоже очень длинный, исчисляется месяцами. Но об этом отдельно. За 2022 год университеты, в том числе после пандемии, в период пандемии, более тщательно стали обрабатывать заявления и запрашивать иногда документы, которых нет в стандартных требованиях. Вот, например, были кейсы, когда дополнительно запрашивали результаты ЕГЭ, ЕНТ, ЗНО или особых подтверждений о фактической учебе в университете или зачислении в университет и так далее. И это касается, в том числе, например, может быть, не только граждан других стран, но и граждан стран Европейского Союза, например, Кипр. Да, как раз в был кейс. Да. Поэтому так важно, во-первых, быстро получать информацию. Да, вот я просто поделюсь как раз этим кейсом, потому что у меня в работе сейчас такая ситуация, что университет в индивидуальном порядке запросил результат выпускных экзаменов. Несмотря на то, что клиент уже гражданин Европейского Союза и закончил школу в ЕС. При этом университет сделал такой запрос и университет отправил этот запрос на бумаге. Представляете, что было бы, если бы такой запрос на бумаге шел бы не в соседний австрийский город, а в другую страну и получил бы его на шпитериен только через два месяца, например. Когда время на донесение документов часто ограничивается двумя неделями или шести неделями, и пока письмо шло, уже срок донесения документов истек, и нужно переоформлять все заново. И вот о таких проблемах мы говорим заранее, хотим вас предупредить и, возможно, помочь вам избежать их. Да. То есть, первое, можно спланировать заранее сроки. Второе, можно заранее подготовиться и знать, быть вооруженным, а значит, и перестраховаться от всех возможных запросов. И, возможно, заранее наперед подготовить чуть больше документов, чем это есть в стандартном списке, если вы знаете, что потенциально может понадобиться. Помимо этого, вот как раз-таки косвенно касается этого же пункта, что большинство вузов снова требуют сертификат знания языка, а другие формы подтверждения, например, как справка со школы с указанием прохождения немецкого языка, на данный момент недостаточны. Большинство вузов вернулось к стандартному документам, это диплом ГТ, ЭСД, ДСД, ТСДАФ и так далее. Ну, есть исключения, есть некоторые вузы, их буквально несколько штук, кто может в исключительных случаях принять в качестве подтверждения знания немецкого языка на уровне А2, например, если в школьном аттестате или в списке пройденных предметов на учебе в университете указан немецкий язык как отдельная дисциплина и указано количество часов и школа или университет может предоставить расширенную справку сколько часов преподавалось и так далее, и так далее. То есть, это уже индивидуальная работа, нужно погружаться, какие документы можно получить, в каком виде и так далее. Но опять же, мы рекомендуем, если есть возможность, заранее получать все-таки полноценный сертификат на нужный язык, это либо немецкий, либо английский, если вы рассматриваете учебу на английском, и помнить, что сертификаты часто ограничены либо два года, либо три года у них срок действия. При этом, никаких проблем с создачей экзамена на сертификат на данный момент нет. Если это немецкий язык, то есть ГИОТ-институт, который проводит экзамены, принимает и выдает сертификаты, даже необязательно куда-либо ехать. Если это английский язык, то есть TOEFL Home Edition, который можно сдавать с дома, онлайн и получать сертификат. То есть и английский, и немецкий язык можно сертификатом подтвердить. Да, ну и следующий сложный момент. Хочется отметить, что часто абитуриенты очень эмоционально напряжены, кратно больше, чем это было даже в период пандемии. этому, конечно, способствует и СМИ, и рассказы друзей, знакомых, знакомых, знакомых. Поэтому, пожалуйста, мы призываем проверять информацию, пользоваться проверенными источниками, и, конечно, достраиваться на позитив. Помним, что здесь нет дискриминации по национальному признаку и по гражданству. Более того, дискриминация такого рода это нарушение закона. То есть, так делать нельзя ни по здравому смыслу, ни по закону. Поэтому давайте оставаться на позитивном все-таки, на позитивной ноте и делать все, что зависит от нас, для того, чтобы получить положительное решение и избежать ложных опасений. Да. Были, наверное, ситуации, мы читали о них, что кто-то просто отказался от идеи поступления переезда за рубеж просто из-за вот этого нагнетения обстановки в новостях. Или у нас были ситуации, когда, скажем, студент уже переехал и какое-то время несколько месяцев находился в Австрии, учился на курсах при университете, уже забронировано общежитие, получен вид на жительство. Но вот родители и абитуриент приняли решение, что нет, мы возвращаемся домой, потому что мы начитались новостей там, а вдруг что, говорят, кого-то обижают. Разные бывают ситуации, но, опять же, из-за повышенного эмоционального фона и напряжения можно совершить поспешное решение, которое сложно откатить назад, и вся проделанная работа будет либо на сварку, либо потерять шанс, когда есть еще возможность воспользоваться оптимальным способом для релокации за рубеж, но не только для абитуриента, но, возможно, даже для семейной релокации, потому что поступление в университет дает право одновременного переезда в Европу для всей семьи. То есть, если один из супругов или супруга поступили в университет, они могут всей семьей одновременно подать документы на основании поступления одного из родителей только, подать документы на получение видножительства для всей семьи и всем вместе одновременно переехать. То есть, это, наверное, последний или один из последних доступных и гарантированных легальных способов одновременного переезда в Европу для всей семьи. У нас в этом году достаточно много кейсов, какие-то уже успешно закончены, какие-то еще в работе на последних этапах, и мы очень рады, что мы можем помочь не только молодым абитуриентам, но и скажем, абитуриентам 35+, 40+, кто рассматривает получение второго высшего образования, повышение квалификации и в принципе релокации в другую страну за адекватные деньги и прозрачным способом без каких-либо там огромных финансовых рисков. Я, может быть, даже поделюсь таким, возможно, ироничным комментариям. У меня есть в работе клиент, которому 36 лет, и недавно столкнулись с тем, что при коммуникации с общежитием, они такое чудесное сообщение написали о том, что вот как здорово, такой молодой студент на инженерное дело, как здорово в то время, как на родине. Недавно ему сказали, что менять профессию уже слишком поздно, вы уже, наверное, слишком старый для этого. Тут абсолютно другое отношение к возрасту, к решениям, к новому образованию, новым перспективам, поэтому, пожалуйста, не переживайте ни за счет возраста, никогда не поздно учиться, и никогда не поздно менять свою жизнь к лучшему. Да, отлично. Давайте подведем короткое резюме нашего разговора. И действительно, чтобы, возможно, снять розовые очки, потому что мы помним, что розовые очки бьются стеклами вовнутрь, действительно увеличились сроки проставления апостиля. Дольше происходит обработка заявлений и в университет, и на вид на жительство. Дольше и сложнее оформляются все документы. Есть сложности с международными переводами. Сложнее и дольше бронировать жилье, и оно выросло в цене. И присутствует высокое эмоциональное напряжение в связи с нагнетением всей ситуации. Но при этом поступление в Австрию остается возможным, и наша компания и наша команда сопровождает наших клиентов на всех этапах. И мы рады помогать, и мы искренне радуемся, когда все получается без сучка и задоринки. Иногда, даже если с каким-то шероховатостями, но мы всегда, которые возникли не по нашей вине и не по вине клиента, например, задержка со стороны магистрата, мы искренне рады, что мы можем помочь вам в таком сложном деле. Кому важно почитать реальные отзывы абитуриентов, кто уже переехал в Австрию, пожалуйста, можете перейти либо на Google, либо в Facebook страницу, почитать расширенные отзывы, либо посмотреть на YouTube, у нас порядка 30 или 40 записанных живых видео наших студентов. И наша компания, чем может быть полезна, мы оказываем личное и индивидуальное сопровождение на всех этапах работы. Мы можем помочь организовать поступление в университет, подобрать подходящее жилье, даже для семейной релокации, оформить документы на получение вид на жительство, организовать сопровождение в Австрии после приезда, уже после одобрения вид на жительство, то есть оформить прописку вовремя, страховку, открыть банковский счет, зарегистрироваться на языковые курсы или на предметные курсы, зарегистрироваться на экзамены и оформить все необходимые шаги, например, в том числе возможно кому-то нужна частная медицинская страховка и забрать карточку вида на жительство, на которую нужно сдать отпечатки пальцев, записаться, заранее получить термин и так далее. Мы в том числе оказываем информационную поддержку после приезда в Австрию и если нужно через год помогаем с продлением вида на жительство. Наши услуги стоят недешево, у нас есть формат одноразовых консультаций от 195 евро до полных пакетов, в том числе до 12 тысяч евро. Поэтому на любой кошелек, на любую ситуацию мы можем подобрать оптимальную комбинацию тех услуг, которые нужны именно вам, все лишнее убрать, оставить только то, что вам нужно, какие блоки вам нужны. Мы всегда стараемся вот таким прозрачным способом работать, чтобы вы получили именно то, что вам нужно в вашей ситуации. если вам вы не уверены там подходит ли ваш диплом и получится ли вам поступить, например, на магистратуру или там в целом ваша ситуация стоит ли рассматривать образование в Австрии например, на английском языке вашей ситуации или другая любая ситуация, опишите свой кейс и мы сформируем для вас индивидуальное предложение и мы очень рекомендуем, если вы в принципе рассматриваете Австрию как возможную страну для вашей релокации неважно только для вас или получения образования для вашего ребенка или для переезда всей семьи, напишите нам в WhatsApp или в Telegram опишите вашу ситуацию и мы либо вам коротко ответим либо предложим пройти экспертную консультацию даже с проверкой вашего диплома у нас есть отдельное предложение для этого отдельная комбинация услуг и мы постараемся вам помочь. Мила, можешь пару примеров консультаций каких-то важных рассказать показательно? Да, конечно. Здесь да, каждый кейс на самом деле показательный. Вот как раз даже сегодня мы общались, девушка уже поступила, уже получила приглашение, но готовила просто кипу документов на перевод и заверение. и я очень рада, что мы все-таки сегодня провели встречу, не откладывали ее на Новый год, потому что удалось кратно сократить расходы на переводы и заверения документов. Не все документы нужно переводить и заверять, не все нужно показывать, и нам удалось порядка 250 евро сэкономить только на переводах финансовых документов. То есть я довольна, и клиент тоже доволен. Да, сэкономил больше, чем заплатил за консультацию. Это только на финансовых документах. То есть тут мы еще не учитываем потенциальные расходы, которые могли бы быть при дополнительных запросах и новых переводах и переделывании того, чтобы она уже сделала. Второй кейс тоже как раз недавно получили радостную новость, когда человек получил желанное приглашение на программу магистратуры по экономике, несмотря на то, что был бакалавриат закончен социально-гуманитарным направлением. Мы всегда говорим о том, что магистратура должна быть логичным продолжением бакалавриата. Поэтому так важно делать оценку диплома, изучать учебные планы и просчитывать подходящие программы магистратуры. И вот это как раз тот кейс, когда удалось найти такую программу магистратуры, чтобы это было экономическое образование, но с минимальными требованиями по макро- и микроэкономическим дисциплинам. В итоге я очень рада, что желанные приглашения получены, и вот девушка тоже сейчас будет заниматься сбором документов на ВНЖ. Надеюсь, мы с ней скоро увидимся в следующем семестре уже облаченном. Супер. Я от себя добавлю кейс. Лично проводил консультацию в офисе здесь оффлайн. Пришли с запросом достаточно своеобразным, и в начале, когда мне описали ситуацию по телефону, я был даже не уверен, что мы можем чем-то помочь. Но когда мы углубились в ситуацию, там семья уже давно проживает в Австрии, у них ПМЖ, они при этом учатся в частной школе стоимостью 25 тысяч евро они в год платят, 25 или около 30, но хотят поступать в медицинский университет. И вот после нашей консультации все так закрутилось, и выяснилось, что можно за 4 года перед поступлением в медицинский университет элементарно сменить школу на австрийскую, которая будет готовить их на немецком языке к поступлению в медицинский вуз, она будет для них бесплатная, то есть они сэкономят больше 100 тысяч евро только на школьном образовании, получат австрийский диплом, благодаря которому они попадут в квоту на поступление в медицинский университет вместе с австрийцами, что увеличит в 14 раз шансы поступления абитуриента на медицинскую специальность, и родители были, мягко говоря, довольны. Оказана консультация. И мы вот, если вам нужны сообразительные эксперты и умы, сообразительная голова, кто может посмотреть под другим углом благодаря своему опыту насмотренности разных ситуаций, вот такая одна идея может, наверное, сыграть ключевую роль в организации вашего переезда, даже если вы планируете поступление самостоятельно, или наоборот, где-то снять розовые очки и объяснить, что может быть чуть попозже, а не сейчас, может быть не Австрия, но мы занимаемся только Австрией, такое тоже бывает. И мы искренне рекомендуем всем инвестировать в стоимость консультации 100%, потому что это очень круто. Надеюсь, вам сегодня было полезно. давайте, кому было полезно, поставьте нам какую-то реакцию, нам будет очень приятно увидеть. Если что-то вам не понравилось, поставьте минусик и напишите ваш критический комментарий про техническую сторону. Мы в Телеграме, к сожалению, повлиять не можем, если у кого-то были перебои со звуком или с видео, но мы обязательно выложим видеозапись, и вы сможете пересмотреть те участки, которые не видели. Мы ждем ваших реакций и ждем ваших вопросов. Мы принимаем вопросы до 18.00 и все вопросы, которые поступят до 18.00 по венскому времени, то есть в течение ближайших 10 минут, мы их обязательно сегодня проговорим. Поэтому ждем ваших вопросов, мы готовы на них отвечать. Вижу первый вопрос. Надо ли включать в сумму средств регистрации магистрата 35, минимум 6800, сумму страховки и как оплачивается страховка. Сразу год или каждый месяц. Начну с конца, страховка оплачивается каждый месяц, сумму страховки обязательно надо включать, как и другие постоянные расходы, которых не избежать. 6800 это минимальная сумма при стоимости жилья около 300 евро, и сумма денег, которая нужна на банковской выписке абитуриента, а не спонсора абитуриента, должна быть не менее вот этой минимальной. И обращу ваше внимание, что с 1 января 2023 года эта сумма индексируется и станет выше минимум на 10%. Поэтому с января месяца нужно эту сумму пересчитывать, и у магистрата будут новые требования. Страховка оплачивается почти всегда с австрийского банковского счета, и вот одна из особенностей в принципе европейской системы, это автоплатежи, когда вы даете разрешение какой-то организации либо общежитию, либо страховке, ежемесячно автоматически списывать стоимость вашего страхового полиса или стоимость аренды с вашего банковского счета, и ваша задача следить, чтобы баланс на банковском счете был всегда достаточный. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос достаточно полно. Я тогда на следующий вопрос отвечу. хочу поступать в университет в 2024 год, летний семестр. Я могу в этом году подавать документы в университет. Уже в конце мая я получу аттестат, и хочу поступить в университет, и дальше решить проблемы с моими личными документами. Вот это прекрасный тайминг, прекрасное планирование. Помним, что очень многие университеты выдают приглашение с ограниченным сроком действия, поэтому тут надо посмотреть, в какие вузы вы будете подавать заявки, но в любом случае вы абсолютно правы, что можно подавать заявку раньше, раньше получить приглашение, а только после заниматься бронированием жилья, личными документами, визами ВНЖ, прекрасный тайминг, буду рада помочь вам детальнее спланировать все процессы. Есть одно дополнение, пишут, что уже в конце мая получит аттестат заявитель, и нужно учитывать, что в некоторых вузах на зимний семестр регистрация заканчивается 15 мая, поэтому, а открывается с 1 марта, поэтому уже без аттестата, если эта программа вам подходит, уже без аттестата можно регистрироваться и нужно регистрироваться и пройти вот этот предварительный этап регистрации, чтобы иметь возможность до 5 сентября, например, донести все нужные документы. и если вы нам напишите в личку либо в WhatsApp, либо в Telegram бот вашу ситуацию, какую специальность вы рассматриваете, какое у вас гражданство и страна получения образовательного документа и какой уровень немецкого английского языка, мы вам постараемся помочь, возможно, мы как раз-таки поможем вам с поступлением. Следующий вопрос отвечу. Можно ли перезачесть предметы из текущего обучения в университете? Если коротко, да, можно, но есть разные нюансы. Первое, это зависит от того, какая у вас специальность была до этого и на какую вы поступили. Если она аналогичная, например, вы закончили школу, два года отучились в университете, переехали в Австрию и поступили на такую же специальность, то да, можно и перезачтут все смежные дисциплины, и вам придется меньше учиться на бакалавриате. Но если вы использовали ваш диплом бакалавра, например, отучились только на бакалавриате, использовали ваш диплом бакалавра для поступления на магистратуру, то повторно этот документ, так сказать, использовать нельзя для той же цели, и вам не смогут снизить академическую разницу, если ее прописали. Да, здесь очень важно этот вопрос индивидуально все-таки с университетом решать. Иногда могут запросить академические планы, выписки, то есть, да, согласна, что можно перезделать перезачет не во всех ситуациях, не в всей дисциплине, но это реально. А вот следующий вопрос Станислав задает, как после учебы остаться, какие нужны документы. Остаться после учебы действительно можно. Во-первых, можно остаться на год для поиска работы. То есть, закончив университет, получив диплом, у вас есть еще год для того, чтобы спокойно выдохнуть после защиты диплома, после получения и уже искать работу. Если работа уже есть, то достаточно социального трудоустройства на полный рабочий день в выбранной сфере. Поэтому так важно правильно найти программу магистратуры, которая позволит вам дальше оставаться в Австрии. Потому что вы должны работать именно в той сфере, по которой вы получили образование. И этот вопрос мы, кстати, на индивидуальных консультациях тоже учитываем всегда, потому что учеба это только на самом деле очень короткая часть жизни. Поэтому, пожалуйста, продумывайте на несколько шагов вперед. Ну и если говорить отдельно про документы, то тут важно зависеть на самом деле от вашего кейса, от того, каким составом вы остаетесь. Можем с вами индивидуально это обсудить. Хочу дополнить, что еще одна особенность учебы в Австрии в плане построения карьеры. Первое. Во время учебы и на бакалавриате, и на магистратуре студенты имеют право официально работать до 20 часов в неделю, то есть полрабочего дня, 4 часа в день, 5 дней в неделю, например, и без ограничения, без потолка по зарплате. Раньше такой потолок был до 2018 года, если не ошибаюсь, после его убрали. То есть если вам работодатель за полрабочего дня готов платить, скажем, 5000 евро, окей, это принимается. И студенты на полрабочего дня не обязаны проходить отдельный конкурсный отбор на бирже труда, потому что иностранные граждане с иностранным образованием, например, которые хотят работать в Австрии, их должны проверять на бирже труда, и это занимает до 3 месяцев, и это сложная процедура. Такое же преимущество, но уже на полный рабочий день, есть у всех выпускников австрийских вузов, даже после бакалавриата. То есть закончив бакалавра в Австрии, это официально 3 года, если вы идете по учебному плану, например, получив визу соискателя на год, если вы в течение года нашли работодателя, кто вас готов пригласить к себе на работу на полный рабочий день, на зарплату бруто минимум 2-386, если я не ошибаюсь, в этом году было евро в месяц, 14 зарплат, то вам достаточно или вашему работодателю достаточно отправить заявление в магистрат на получение рабочего вида на жительство на 2 года без прохождения конкурсного отбора на бирже труда, то есть вам магистрат, скажем, почти гарантированно выдаст рабочий вид на жительство с привязкой к этому работодателю на 2 года из этих 2-х лет, если вы проработаете минимум 21 месяц у этого работодателя, то вам уже дадут уже полноценную так называемую карту красно-белую красную карту плюс, с полным доступом к рынку труда без каких-либо ограничений, без каких привязок. И это на самом деле одна из уникальных особенностей релокации в Австрии для построения карьеры, и такая возможность есть далеко не везде. Поэтому остаться в Австрии и строить карьеру реально. Мы вот недавно в команде обсуждали, делали скриншоты с LinkedIn. У нас есть абитуриенты, кто закончил вузы в Австрии, либо сейчас работает в IBM в австрийском, в некоторых австрийских стартапах, кто знает, GoStudent, Единорог, с оценкой в несколько миллиардов долларов, при этом работают по специальности, как говорится, без мам, пап и кредитов попали на эти должности, и строят карьеру в реально огромных международных компаниях, и все у них, слава богу, получается. Кто-то в логистике, про логистику тоже интересный факт. Специальность магистратуры Венского экономического университета Supply Chain Management была признана в мире по качеству образования второй в мире после американского MIT. Только в MIT учеба стоит до 60 тысяч долларов в год, а в Австрии учеба полторы тысяч евро в год. А для граждан Европейского Союза вообще бесплатно. Поэтому качество образования тоже очень высокое, и возможности, которые открываются после получения этого образования, тоже они очень широкие, и можно, многие переезжают в другие страны, кто хочет. Кто-то в Лондон уехал, знаю, кто-то уехал в Цюрих, в Швейцарию, кто-то в Германию, кто-то, наоборот, в Австрии остался. В общем, возможности, Станислав, есть очень широкие, при условии, что вы ими воспользуетесь и делаете все необходимое для этого. Мила, для тебя следующий вопрос. Какой уровень немецкого нужно подтвердить для магистратуры в экономическом университете? В2 и ОСД достаточно? Здесь важный вопрос, в каком именно экономическом университете. Я подразумеваю, что речь, наверное, про венский экономический, и здесь все-таки нужен С1 немецкого языка. Нам будет нужно с вами посмотреть все возможные варианты и альтернативы, потому что есть варианты СБ2 для старта учебы, СБ2 также можно посещать курсы, но поскольку не все университеты студентам магистратуры дают языковые курсы, здесь возможно, что будет даже не одно поступление, а два для того, чтобы вы могли доучить немецкий язык в своей стране. То есть тут надо искать варианты, но венский экономический правда только С1. Следующий вопрос от Эдуарда. Подскажите, пожалуйста, нужно ли апостелировать диплом, если вуз и специальность подтверждена на сервисе Анабин? Важно не путать мягкое с теплым и одно не совсем влияет на другое, апостелировать оригинал диплома в любом случае нужно, даже если вуз и специальность подтверждена на сервисе Анабин. Это немножко разные процессы, но уже хорошо, что такое подтверждение есть, вузу будет проще и быстрее обработать ваши документы, если они оформлены правильно. Мила, к тебе просьба повторить даты сдачи документов с нашим участием. Почему с нашим? Не обязательно с нашим. Можно самому здесь все можно на самом деле сделать самому, как и куча ошибок. Поэтому мы здесь. Даты подачи документов, даты регистрации зависят от выбранной специальности, оттого нужно ли вам посещать курсы какие-либо подготовительные и нужна ли вам отдельная регистрация на вступительный экзамен. Самая ближайшая регистрация, которая будет, открывается уже 9 января для тех, кто хочет подавать документы на летний семестр на программы без экзаменов. Но не факт, что этот срок регистрации вам подходит. Сначала надо определиться с программой и университетом, а затем уже будет понятно, когда вы будете делать регистрации и когда будете подавать документы. Как правило, на летний семестр надо подать документы до 5 февраля, а на зимний до 5 сентября. Но, конечно, есть много исключений. Спасибо, Мила. Отвечу на следующий вопрос. Виктория спрашивает, какой нужен уровень немецкого языка для поступления на магистратуру на учителя математики? Обычно требуется C1, но можно подать документы с минимум А2, попасть на подготовительное отделение при университете и доучить немецкий с А2 до C1 за, например, полтора или два года. Кто-то справляется за полгода, кто-то справляется за год, но максимум полтора или два года в зависимости от вуза. Да. Возможно ли поступление в университет после колледжа? Да, конечно, после колледжа можно поступать в университет. Иногда бывает так, что университета запрашивают при этом школьный аттестат за 9 классов в дополнение к тому, что вы предоставляете диплом. Но в любом случае поступление возможно. Мила, тебя просят повторить, где можно получить языковой сертификат онлайн. Здесь важный момент, что языковой сертификат английского языка можно получить, сдав экзамен онлайн. Экзамен называется TOEFL и у них есть Home Edition, буквально домашняя версия, когда вы онлайн из дома сдаете экзамен и после вам присылают сертификат. Но если вы планируете сдачу немецкого языка, то придется сдавать его очно в языковом центре или в языковом институте, поэтому здесь надо найти ближайший к вам языковой центр и запланировать сдачу экзамена. Спасибо. Светлана спрашивает, в банке при открытии счета и при внесении денег на счет спрашивают ли происхождение денег? Да, иногда спрашивают после 5000 евро, иногда после 10, иногда после 15. Но вот обычно порог при внесении наличных средств это 14 999 евро или банковским переводом. Поэтому всегда, даже сумма если меньше, на всякий случай готовьте документы максимально прозрачные, понятные и компактные, чтобы подтвердить происхождение денежных средств. Это очень важно. Да, я себя чувствую просто неудачником, потому что у меня была сумма гораздо меньше, и я по-прежнему, это не австрийский банк, если что, пытаюсь добиться ответа, и все еще моя карточка банковская заблочена. Так что, да, действительно, надо иметь в виду, что даже не при открытии счета, даже спустя какое-то время после пользования у вас могут спросить документы о происхождении этих средств, и здесь важно не думать, что это из-за гражданства или из-за их происхождения. Даже если деньги были уже заработаны на территории Евросоюза, у вас все равно могут спросить, неважно, какое гражданство и вообще откуда эти деньги взялись. Это нормальная практика европейских банков, когда идет проверка. Так что со всеми случается. Так, следующий вопрос. А где можно узнать перечень предметов, которые изучают на желаемой специальности? О, тоже один из моих любимых вопросов. Виктория, заходим на сайт университета, открываем раздел бакалавриат или магистратура, в зависимости от того, какую программу вы хотите изучать. Смотрим перечень программ, и когда вы на странице программы видите описание, там наверняка будет слово curriculum. это учебный план. Это план с перечислением всех дисциплин, которые вы будете изучать. Даже если программы на английском языке, вот эти официальные документы могут быть на немецком. Поэтому, возможно, придется закинуть их в Google переводчик, но я в вас не сомневаюсь. Поэтому посмотрите учебный план перед тем, как делать выбор. название специальности не всегда полностью и прозрачно отвечает на вопрос, что вы будете изучать. Поэтому учебный план 100% надо изучать заранее. Мила, тебе следующий вопрос направлю про смену паспорта. Тут столько вопросов в одном. Честно говоря, давай коротко по этому пробежимся, но мне кажется, мне кажется, это нужно рассматривать, да, мы должны рассматривать это в рамках консультации, потому что там сложно это все охватить. Очень коротко про первый пункт. Да, действительно, если в 20 лет не поменять паспорт, то будет штраф. Но важно, что если вы отсутствовали на территории Российской Федерации, вы можете это подтвердить банально штампом, то тогда, когда вы приедете в 21-22 года, можно будет поменять российский паспорт. Паспорт международный, заграничный, можно поменять в посольстве, а внутренний паспорт только в МВД. Чтобы вас не штабнули, помним про печати на въездах и выездах. Можете поблагодарить меня в комментарии за сэкономленные деньги с штрафа. Дальше. Предусмотрены ли курсы немецкого языка при университете при поступлении на англоязычную специальность? Если вы поступаете на англоязычную специальность, где вообще нет немецкого языка, то вы можете выбрать немецкий язык как предмет и дополнительно его изучать. Можете пойти в языковой центр при университете, и там достаточно бюджетное занятие для студентов. Но обязательства его изучать у вас не будет. Ну и дальше вопрос. Если я поступаю на переводчика, есть ли мне смысл получать сертификат по английскому языку, чтобы мне его перезасчитывали? Здесь не могу ответить на ваш вопрос, потому что я, во-первых, не понимаю, о каком сертификате идет речь, на какую переводческую программу вы поступаете, в какой университет. То есть тут очень много нюансов, поэтому вы можете нам написать в чат-бот, мы запланируем консультацию, вы мне заранее все документы пришлете на обозрение, чтобы мы все детально проверили и мы с вами обсудим уже один на один. Последнюю часть вопроса дополню. Если поступаешь на гуманитарные специальности, будут ли смотреть на оценки технических предметов, могут ли попросить сдать условную математику? Вероятности этого крайне мала и на оценки в принципе не смотрят. Если есть ступительный экзамен, решающим фактором является результат вступительного экзамена и место в рэнкинге в как его правильно назвать? В результатах экзамена какое место вы занимаете в регии всех заявителей. Следующий вопрос от Данила. Расскажите, пожалуйста, подробнее насчет изучения. Ты ответила на него. Да. Мы в принципе тот же самый вопрос только что разобрали, что да, в частном порядке можно изучить немецкий язык. Очень много курсов для студентов, как частных, так и при университетах. И если у вас программа на английском языке, то поступить в ВУЗ без владения немецким, конечно же, можно. А при этом, если вы говорите про поступление на немецкоязычную специальность с нуля, с нулевым немецким подавать документы нельзя. Минимальный порог подачи на рассмотрение документов это А2. С А2 до С1 доучить можно. Если немецкоязычная специальность с нулевым немецким без сертификата подавать документы нет смысла, их не примут. Мила, следующий вопрос тебе, пожалуйста. Если уже есть бакалаврский и магистрский диплом университета Великобритании, можно ли поступать на магистратуру в университет Австрии? Да, конечно, можно. Важно правильно легализовать этот диплом, оба диплома. Помним, что Великобритания это не Евросоюз, значит, на дипломы нужен постиль, то есть там есть процедура легализации. Что касается поступления на схожую специальность, либо наоборот, на несвязанную. Здесь надо все-таки посмотреть, на какую программу вы хотите поступать, какие у вас уже есть зачетные единицы, да, вот эти кредиты и ЦТС-пункты. На программу на английском языке, конечно, вы поступать имеете право, осталось только определить, на какую именно, потому что магистратура должна быть продолжением программы бакалавриата. Можно чуть-чуть сменить профиль в рамках, да, общего направления, но совсем на другую программу поступить не получится. Были ли кейсы поступления на специальности на немецком без сертификата? Если вы имеете в виду, что если у абитуриента уже было преподавание, было изучение немецкого языка, например, в школе или университете, и знания немецкого были, а сертификата не было, в прошлых двух семестрах такие прецеденты были. С нулевым немецким подаваться, как я сказал, нельзя. Отвечу на следующий вопрос. Павел спрашивает, есть российский диплом технического вуза, после уже поменял род деятельности на компьютер сайенс, предполагаю, не высшее образование на компьютерной науке, а просто род деятельности. Есть ли возможность поступить на специальность, не связанную с дипломом? Вопрос в том, какая именно техническая специальность была вами закончена и пересекается с требованиями поступления на магистратуру по компьютерным наукам. Если вы нам напишите подробнее, мы постараемся вам помочь, либо, что еще правильней, мы сделаем для вас оценку диплому и шансов вашего поступления сразу на магистратуру. Потому что альтернативным вариантом может быть подача документов на бакалавриат и поступление через бакалавриат. Или, может быть, будет смежность специальной вашей технической, которую вы закончили, и компьютерных наук. Такое тоже бывает. Поэтому, Павел, ждем вашего сообщения. Подскажите, супруга переезжает по студенческой визе, а члены семьи получают ВНЖ воссоединение. Ага, то есть, супруга студенческий ВНЖ, члены семьи семейный вид на жительство. И если супруг получает ВНЖ, он может работать только в Австрии или по всей территории ЕС. Какой, на самом деле, спорный вопрос. Александр, здесь, наверное, вам слово. Тут, опять же, нужно понимать, это вопрос трудоустройства в каком формате. Это ведение предпринимательской деятельности, это ведение, это наемная занятость, это наемная занятость в Австрии с командироками на территории ЕС до 90 дней, больше 90 дней. Неоднозначный вопрос, нужно углубляться. И тут возникает прям уже необходимость смотреть и с налоговой точки зрения, где эти консультации мы не оказываем. И вопрос трудового миграционного права, это тоже лучше уже прям с экспертами по трудовому миграционному праву говорить. Это немножко уже не наш профиль, поэтому я однозначного ответа дать не могу. Но если коротко, супруги или супруга имеют право работать точно на территории Австрии, есть некоторые ограничения, но все же такая возможность есть. И имеют право, например, продолжать деятельность и зарабатывать деньги, например, за пределами или в родной стране. Такие прецеденты тоже были. Отдельно вопрос недвижимости, но опять же, тут очень много налоговых сочетаний и трудового миграционного права. Мы договаривались до 18.00 принимать вопросы. Давайте последнее, которое совсем короткие пробежимся. Может ли студент себя полностью содержать, работая 20 часов в неделю? Зависит от его расходов и от доходов, которые он получает. Но теоретически да, если минимальная заработная плата 800 евро в месяц и студенту этого достаточно, то потенциально да. Зарабатывает 1000-1200 точно да, больше чем полторы тысячи сто процентно да. Но опять же зависит от расходов. Если я переезжаю по студенческой визе, Эдуард тоже спрашивает, и направлен на подготовительные языковые курсы немецкие, после получения, после обучения на подготовительных курсах, например, передумала, Эдуард передумала, видимо, аккаунт, не тот поступать в магистратуру, могу ли конвертировать свою студенческую визу на трудовую и искать работу, не покидая в Австрию. Если коротко, да, такие детальные вопросы лучше прорабатывать уже на индивидуальной консультации, то есть ситуация, студент поступил, учится на языковых курсах и в процессе, возможно, нашел работу, где его готовы взять на полный рабочий день, но тут надо понимать, что если вы не получили высшего образования, вам нужно будет проходить как раз таки вот этот конкурсный отбор на бирже труда, и ваше вакантное место могут отдать кому-то безработному, кто подходит больше по всем параметрам. Мила, тебе давай вот последний, последних два, ладно, три этих вопроса, вот последний кипрский мы разберем, чтобы закончить эту тему сегодня и будем заканчивать. Какая ирония судьбы у меня, день начался с Кипра. Ну что же, закончим тоже Кипром. И так, дальше, если есть диплом бакалавр и диплом магистратуры в сфере юриспруденции, то возможно ли поступить на программу маркетинга или смежные с ней? На программу маркетинга поступить можно, но это будет бакалаврское образование. Да, вам не назначат никаких дополнительных курсов, чтобы компенсировать школьную разницу, но на магистратуру в области маркетинга, к сожалению, поступить будет нельзя. Поэтому царимся на бакалавре. Дальше Ольга спрашивает. Существует ли очно-завочная форма? Давай, я закончу и последний Кипр достанется тебе. Очно-завочной формы как таковой не существует, но государственные вузы, хотя есть вечерняя форма в университетах прикладных науках, о них мы не говорим детально. Если мы рассматриваем государственные вузы, то у вас есть возможность самостоятельно варьировать свое учебное расписание и брать посильную нагрузку, которую можно комбинировать, например, с работой. Да, из-за этого у вас срок учебы на магистратуре может затянуться вместо двух лет на три года или четыре, но при этом у вас будет возможность совмещать, например, учебу с работой или учебу с семьей и работой. Поэтому такой формат тоже нетипичный для нас обычно, но в Австрии такое часто практикуется. То есть вместо обязательных восьми предметов в семестр можно брать всего два. Этого будет достаточно для продления вида на жительство, но это затянет срок обучения на магистратуре. И последний вопрос, Мила, тебе адресуем. Так, сын учится на Кипре, первый курс факультет экономики обучения на английском языке. Мы бы хотели перевестись или поступить на гранд в Австрии. Смотрите, здесь важный момент, что перевод между университетами в нашем общем понимании он невозможен. То есть есть поступление на первый курс и есть право перезачета дисциплин. То есть если сын на первом курсе на факультете экономики уже какие-то дисциплины закрыл, получил кредиты, нет тест-пунктов, то их австрийский университет в индивидуальном порядке может засчитать и сократить общую продолжительность учебы, общую нагрузку. Что касается грантов и стипендий, в Австрии они существуют, но очень часто гранты и стипендии даются тогда, когда человек уже продемонстрировал какие-то академические достижения. то есть студент хорошо учился, возникла у него задача создать свой проект и государство или отдельный фонд или даже частная компания хотят проинвестировать в этот проект. То есть такие очень индивидуальные вещи. Мы как агентство не занимаемся грантами и стипендиями, потому что мы не можем гарантировать результат. Вот гарантировать результат получения приглашения мы можем, и этим мы и заняты. Гранты и стипендии есть, ими можно заниматься индивидуально, но я смею предположить, что если сын учится на Кипре, то может быть у вас не первый год европейский вид на жительство. И тогда стоимость обучения тоже будет иная. Давайте подробнее этот вопрос обсудим. Елена в индивидуальном порядке и возможно, что для сына даже образование будет бесплатным. Не гарантирую, но давайте разбираться. Тут еще важный момент. Какое школьное образование было получено, потому что поступление базируется на последнем законченном образовании, в данном случае школьное. Укажите в личку при вашем запросе нам либо в WhatsApp, либо в Telegram.bot какое у вас образование школьное, в какой стране получено, и мы постараемся помочь разобраться. Ну что, мы с вопросами закончили, мы ответили на все вопросы, которые вы написали, и бонусом дарим вам карту дедлайнов на 22-23 учебный год. Отправьте нам кодовое слово GANT маленькими или большими буквами, либо нам в Telegram.bot, либо в WhatsApp. Сейчас мы опубликуем ссылку удобную, при одном клике вы сможете туда перейти и туда написать. Ответив на пару вопросов, получите эту диаграмму, эту карту дедлайнов. Надеюсь, она станет для вас отличным подспорьем и такой шпаргалкой по организации поступлений и переезда в Австрию. Надеюсь, наш вебинар был для вас полезен. Это, если я не ошибаюсь, по счету 30-й вебинар в этом году. Мы очень для вас старались в этом году. Если вам было полезно, если вы тем более не первый раз нас смотрите, напишите ваши впечатления, насколько вам понравилось, насколько вы это вынесли для себя ценам, что вы для себя вынесли, например, чего вы не знали. И любым реакциям или конструктивной критике мы будем тоже рады, чтобы улучшать качество наших консультаций и наших услуг. Искренне надеюсь, что мы увидимся в 2023 году, что мы сможем вам помочь. Или вы справитесь благодаря нашим вебинарам или консультациям самостоятельно с этой задачей. Надеюсь, все попадут в ту страну, куда они хотят попасть и переедут успешно без любых камней преткновения и любых сложностей, которые возникают на пути. И будем, наверное, заканчивать. Мила, огромное тебе спасибо за участие не только в сегодняшнем вебинаре, но и во всех предыдущих. Спасибо, Александр. Мне кажется, нам отлично удается отвечать на вопросы и вносить ясность в процесс, достаточно сложный процесс поступления в Австрию, и нам, мне кажется, удается сделать его чуть более понятным, простым и последовательным, и немножко сформировать какой-то план действия. Подтвердите, если это так, или опровергните. Я подтверждаю. Да, и наши слушатели могут либо подтвердить, либо опровергнуть. Мы будем заканчивать. С вами был я, Александр Соловых, и наш старший эксперт Мила Артемова. Мы будем рады видеть вас в 23-м году. Поздравляем вас с наступающими праздниками. Желаем, чтобы 23-й год стал кратно лучше, чем все предыдущие годы вместе взятые, чтобы все поставленные задачи вы реализовали, чтобы все трудности преодолели, чтобы их было поменьше. чтобы все у нас с вами получилось согласно намеченных планов. Так что всех с наступающими праздниками. Увидимся уже в новом году с новыми темами. Всем хороших уже выходных, выпускных. Последняя ремарка. У нас мы анонсировали об этом. У нас до пятницы действует еще предложение акционное на наши пакеты услуги консультации до 23 декабря. При их оплате по текущей стоимости можно будет забронировать время консультации на январь. И напоминаю, что если вы хотите сэкономить до 20, 30 или даже 50 процентов, пожалуйста, пишите...